Кто намусорил? В пригороде Хабаровска недалеко от полигона бытовых отходов обнаружили новую свалку. Историю ее возникновения уже удалось установить, теперь осталось привлечь виновного к ответственности. Как проходят экологические расследования и сколько раз платит скупой, расскажет Наталья Приходько. Недалеко от Ильинки, где безлюдно и мало свидетелей, кто-то оставил у трассы мешки с мусором. Что мы здесь видим? Канцелярские принадлежности, много бумажной макулатуры, плакаты. Тут у нас буква лежит и не одна. На место выехали экологи. В этих мешках они обнаружили документы. Например, товарные накладные или письма, где был указан адресат. В общем, мусор принадлежит организации, которая занимается рекламой. В ходе проведения беседы с руководством данной компании было установлено, что для вывоза и утилизации отходов была привлечена некая компания, которая была уплачена суммой 7 тысяч рублей. То есть нам предоставили фото и видео с камеры видеонаблюдения с той территории, откуда был вывоз, есть номер автомобиля. Установили мы нарушителя. То есть владелец рекламной компании утверждает, что виноваты те, кто должен был вывезти мусор. Будет установлено данное юрлицо. Вот это юридическое лицо, что ответило? Что это сам водитель или как? Он сказал, да, действительно, наш автомобиль, признаем, вывозили отходы с данной компании, забирали. Ну, водитель виноват. Сегодня на эту встречу должен был приехать владелец самосвала. Однако он не доехал. Адрес этой компании неизвестен даже общественникам. Поэтому не знаем, куда бы мы могли приехать и поздороваться. Зато есть номер телефона. Давайте позвоним. Я могу воздержаться от комментариев. Лучше, конечно, если вы прокомментируете. Ну, я сам знаю, что будет лучше. Куда это все должны были увезти? У нас здесь полигон Линский, твердых коммунальных отходов. Получается, сюда должны были все это передать на утилизацию. Буквально в паре километров от того самого места, где несанкционированная свалка, находится полигон. Интересная такая инсталляция возле этого полигона. Вы посмотрите. Мусор на деревьях. Вот сколько здесь, по-вашему, кубов? Кубов, наверное, 10. Ну, около 2000 рублей стоила, по нашим примерным подсчетам, утилизация. Сэкономили. Сэкономили. Все понятно. 7 тысяч рублей за услугу, 2-2,5 отдать. Уже 4 остается, да, 4,5. Лучше 7 оставить. Какое наказание предусмотрено для тех, кто потерял мусор по дороге? Будет возбуждено дело и проведено расследование, кто именно, так сказать, сюда разместил отходы. Если это будет идеальный предприниматель, то штраф у нас от 30 до 50 тысяч. Если это будет общество с ограниченной ответственностью, то там сразу штраф от 100 до 250 тысяч. Ну и, соответственно, они будут понуждены убрать этот мусор. В любом случае у нас за любого работника несет ответственность либо индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо. В любом случае. Это вот мы собрали все, что касаемо... Доказательная база. Все это передадим сейчас в комитет регионального контроля, да, для прикрепления, как-то осмотра места происшествия. Место происшествия даже... Ну, так называется, по идее, как бы, да. Серьезно, серьезно это все, ребята, понимаете? Наталья Приходько, Павел Легалин. Большой город Лайф.